Коронавирус стал одной из реальных современных угроз человеческой цивилизации. Буквально на наших глазах сегодня крайне устро развивается ситуация с этой эпидемией. Во многих странах продолжает нарастать число заболевших. Приостанавливается политическая, экономическая, культурная, учебная, спортивная и иная деятельность. Откладываются международные и внутригосударственные мероприятия. На фоне введения ограничительных мер в торговле прогнозируется спад всей мировой экономики. Все страны начинают осознавать последствия пандемии и активно борются с ее распространением. Кыргызстану благодаря и заранее принятым, и оперативно принимаемым мерам в целом удается сдерживать масштабное и стремительное распространение болезни в республике. Это при том, что как и рядом с нами, так и вдали от нас есть государства, серьезно пораженные эпидемией. Поэтому полностью заблокировать ее проникновение в страну объективно невозможно. Наше государство в борьбе с проникновением и распространением коронавируса на практике профессионально, организованно и на опережение осуществляет все мероприятия, подчеркивая при этом, что главным приоритетом является жизнь и здоровье граждан Кыргызстана. Отметим, что с самого начала распространения коронавирусной инфекции по миру ситуация в нашей стране была взята под контроль. За короткое время проведено несколько заседаний Совета безопасности в открытом и закрытом режимах. Предупредительные активные меры позволили нашей республике достаточно долгое время удерживать стабильную ситуацию в стране. Но все же это заболевание коснулось и наших граждан. Напомним, для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции с 22 марта был введен режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны. А с 25 марта в отдельных городах и районах Кыргызстана стал действовать режим чрезвычайного положения. В связи с чем президент Сорун Байджинбеков сделал обращение к соотечественникам. Парламент на внеочередном заседании Джугур-Кукинеша поддержал введение режима чрезвычайного положения. По итогу голосования депутаты также поддержали ранее подписанные главой государства указы. Первый вице-премьер-министр Куба Бербуронов каждый день проводит заседание Республиканского оперативного штаба, в котором в онлайн-режиме принимают участие полномочные представители правительства Высокульской, Джалабадской, Нарынской, Таласской, Ожской, Баткенской областей и мэр города Ож. На совещании обсуждаются вопросы по эпидемиологической ситуации в областях республики и комплекс принимаемых мер по недопущению распространения инфекции. Медицинские работники, экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме. Все продуктовые магазины, аптеки, медицинские учреждения работают в привычном и удобном для граждан режиме. Временно приостановлены внутренние авиарейсы за исключением специальных авиарейсов. Во всех городах и районах Кыргызстана, где действует режим чрезвычайного положения, установлены посты и введен комендантский час. Министерство внутренних дел осуществляет профилактические работы. В это же время идет дезинфекция всех улиц. Все подробности у нашего корреспондента Мадины Низамовой. 24 марта президент Сурунбай Дженбеков принял решение о введении чрезвычайного положения на территории городов Бишкек, Ож и Джалалабад, Наукадского и Карасуйского районов Ожской области, а также в Сузакском районе Джалалабадской области. Своё решение глава государства озвучил на встрече с Турагаджо Горгукенешадастанбеком Джумабековым, премьер-министром Мухаммед Калыем Абылгазиевым и председателем Верховного суда Гульбарой Калиевой. Глава государства подчеркнул, что тенденция распространения коронавирусной инфекции растет. И это не только в Кыргызстане, но и во всем мире. Сберечь здоровье населения сегодня это наша основная цель, поэтому были приняты подобные жесткие меры. Страны мира фактически прекратили передвижение граждан, закрыли границы, поэтому мы вынуждены тоже принимать такие же жесткие меры. Самая главная задача государства это путем режимных мер предотвратить распространение болезни. Но самая главная задача это сохранить стабильность и обеспечить правопорядок и безопасность, которые государство должно обеспечивать в любом положении. Статья 64 Конституции Кыргызской Республики гласит, что чрезвычайное положение вводится исключительно в интересах обеспечения, защиты жизни и здоровья граждан, их безопасности и общественного порядка. Подписанные главой государством указы были направлены в Джогурку Кенеш. Депутаты парламента единогласно поддержали решение президента. Отметим, что на период ЧП работа Джогурку Кенеша не будет прервана. Согласно подписанным главой государства указам, режим чрезвычайного положения вводится в городе Джал-Лабад и Сузакском районе Джал-Лабадской области, в городе Ош, Нуакадском и Карасуйском районах Ошской области, а также на территории города Бишкек. В указанных районах образуются комендатуры и назначается комендант. Просим вас поддержать данные указы в рамках Конституции. Турагада Станбек Джумабеков призвал депутатов активизировать разъяснительную работу с населением. Призвать кыргызстанцев строго придерживаться рекомендаций Минздрава Республиканского оперативного штаба и местных органов власти. Спикер подчеркнул, что все предпринимаемые меры направлены на недопущение распространения коронавируса, поэтому сейчас очень важно, чтобы граждане покидали свои дома только в самом крайнем случае. Призываю всех кыргызстанцев сидеть дома и без особой необходимости не выходить на улицу, поскольку предстоящие две-три недели являются самыми важными для выхода из кризисной ситуации. Сейчас дорога каждая минута, и мы должны использовать опыт стран, которые успешно преодолели эпидемию. В связи с введением в отдельных городах и районах страны режима чрезвычайного положения президент Сорунбай Джейнбеков сделал обращение к кыргызстанцам. Глава государства подчеркнул, что с момента начала распространения коронавирусной инфекции по миру ситуация в Кыргызстане была взята под его контроль. Сорунбай Джейнбеков призвал граждан с пониманием отнестись ко всем предпринимаемым мерам. Сорунбай Джейнбеков Сорунбай Джейнбеков Соблюдение дисциплины – это гражданская обязанность каждого из нас в эти непростые дни. Это ответственность не только за себя, но и за здоровье, жизнь и благополучие своих детей, соотечественников и всего общества, подчеркнул глава государства. Также президент призвал доверять только сообщениям государственных штабов и не распространять информацию, способную вызвать панику среди населения. Сорунбай Джейнбеков Сорунбай Джейнбеков Чрезвычайное положение началось 25 марта с 8 часов утра. Жители городов Бишке, Коши, Джалалабад, Ноукадского и Карасуйского районов Оржской области, а также Сузакского района Джалалабадской области должны четко осознать, что до 15 апреля им придется жить в особом режиме серьезными ограничениями, полностью руководить чрезвычайным положением Генеральный штаб Вооруженных сил страны. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории Крыговской республики граждане должны соблюдать установленные санитарно-гигиенические нормы, избегать мест скопления людей, не покидать свои дома и квартиры без острой необходимости. Приезжим из других регионов необходимо сегодня до 24 часов 24 марта 2020 года покинуть районы, где возятся чрезвычайные положения. Во всех районах, где объявлено чрезвычайное положение, к своей работе приступили коменданты. В Джалалабаде и Сузакском районе им стал начальник службы по противодействию экстремизму МВД Джанишбек Джоробеков. Комендантом Ашана Акадского и Карасуйского районов был назначен начальник УВД области Малик Нурдинов. Комендантом столицы является заместитель министра внутренних дел Алмазбеку Розалиев. Мы хотим ограничить передвижение граждан между областями и населенными пунктами для недопущения переноса данного вируса. Вы сами прекрасно знаете. Несколько дней назад была чрезвычайная ситуация. Наши граждане, несознательные наши граждане продолжают жизнь в том же режиме. Собираться, ходить друг к другу в гости, тем самым подвергать опасности других наших граждан. Главная цель ведения чрезвычайного положения заключается в том, чтобы сократить число контактов среди наших граждан. И таким образом не допустить дальнейшее распространение коронавируса. Жителям Бишкека, Ашадя, Лалабада, Ноакадского, Карасуйского и Сузакского районов придется привыкнуть, что в ближайшие три недели будут работать только продовольственные магазины, аптеки, больницы и банки. Такие меры были приняты из-за того, что обострилась ситуация с коронавирусом. Если наши граждане не прекратят лично общаться друг с другом, то у нас распространится коронавирус, и многие пострадают. Введение чрезвычайного положения в этот раз отличается тем, что граждане должны сократить количество контактов друг с другом. Общественный транспорт и такси работать не будут. За нарушение режима водители будут штрафовать. Основное число государственных и муниципальных служащих перевели на удаленный режим работы. Зарплата бюджетникам будет выплачена в полной мере. Сделать то же самое правительство рекомендовало и частным компаниям. В министерствах и ведомствах на службе будут только руководители госорганов и их заместители. По возможности остальные сотрудники должны работать из дома. Владельцам частных компаний правительство рекомендует оказать сотрудникам поддержку за вынужденный прогул в качестве социального пакета. Это наша рекомендация. С 25 марта приостановлены все внутренние авиарейсы. Во время комендантского часа разрешаются только грузовые перевозки. Для продовольственных автомашин в районах, где действует режим ЧП, образует так называемый «зелёный коридор». Дихканам и фермерам создадут условия для продолжения весеннеполевых работ. В стране обеспечена продовольственная безопасность. Продуктов питания достаточно. Правительство продолжает работать над увеличением запасов муки, пшеницы и других продуктов питания. Фонду государственных материальных резервов было выделено 411 миллионов сомов на закуп этих и других продуктов. Сейчас торговые и производственные отрасли могут работать лишь по специальному разрешительному документу, который выдаёт комендатура. Работодатели и их сотрудники строят свой трудовой график таким образом, чтобы в 8 часов вечера люди находились у себя дома. А также организовывают своим сотрудникам транспорт в обе стороны и в обязательном порядке создают нужные санитарные условия для работы. Первый основной вопрос по передвижению лиц, которые проживают за пределами города Бишкек, однако имеют трудовую деятельность на территории города Бишкек. Уважаемые наши граждане, всем лицам, которые проживают за территорией города Бишкек, необходимо получить справку с места работы в городе Бишкек. Работодатели обязаны предоставить справки своим сотрудникам и на основании данных справок с завтрашнего дня мы будем предоставлять пропуска специальные. В настоящее время мы работаем над тем, чтобы эту работу автоматизировать. Теперь, что касается правил поведения для жителей городов и районов, где введен режим чрезвычайного положения. С 7 часов утра и до 8 вечера можно выходить в продовольственный магазин, аптеку или медицинское учреждение. При этом гражданин должен обязательно иметь при себе паспорт и маршрутный лист, которые предъявляются правоохранителям. Маршрутный лист можно составить от руки, главное указать все ниже перечисленные сведения. Анкета должна содержать следующие данные, фамилию, имя, отчество, номер телефона, причину выхода из дома, время выхода, время возврата, адрес места жительства, адрес пункта назначения. Основная цель введения нормы дорожного листа, маршрута, а также справка о получении места работы, это означает, что мы не допустим несанкционированное передвижение на территорию города Бишкек. Любой человек, находящийся на улице, он должен направляться или же на работу, или же в магазин, или же в аптеку, как сказал комбинат, или же иметь цель своего направления. Граждане, которые проживают постоянно в Бишкеке, но у них нет прописки, смогут остаться в столице, но для этого они обязательно должны получить справку с места жительства у домкома, председателя ТСЖ или квартального. По поводу вопроса, что делать лицам, которые проживают на территории города Бишкек, но не имеют прописки. Данным гражданам необходимо получить справку с места жительства, это ТСЖ, домком или квартальная. При наличии данных справок проблем не будет. На сегодняшний день во всех областях страны установлены санитарно-карантинные посты. Так, в Бишкеке установлено 117 постов и еще 42 внутри города. При въезде на определенную территорию столицы граждане предъявляют справку с места жительства или паспорт. Также пропускаются транспортные средства, которые доставляют товары первой необходимости, врачи, которые идут на работу. Со стороны наших сотрудников, правоохранительных органов никаких препятствий не будет. Граждане, поставляющие в столицу продукты и товары первой необходимости, а также лекарственные средства, могут пересекать блокпосты. Никто не будет им препятствовать. Это все делается для того, чтобы город не оставался без необходимых товаров. С работой одного из таких постов на текущей неделе ознакомился первый вице-премьер Кубатбек Буронов. При проверке он отметил слабую работу одного из постов, расположенного в северо-восточной части столицы. В ходе проверки высказал критику в связи с тем, что работники недостаточно обеспечены средствами индивидуальной защиты и поручил устранить все имеющиеся проблемы. Все машины, которые перевозят товары, важные для жизнедеятельности города. Водителя и экспедитора проверяйте тщательно. Осмотрите, проверьте температуру, но их не задерживайте. И медработников, если даже они из окраины города, если они работают в аптеке или больнице, пропускайте. И еще раз говорю, осматривайте тщательно. Проверьте наличие документов и справок с места работы и пропускайте. В случае чего найдите машины и отправьте на работу. В рамках режима ЧП улицы столицы опустили. Безлюдно и на центральной площади Аллато. Время от времени проезжают машины. В других частях города отмечается передвижение людей, но в весьма малом количестве. Для того, чтобы выйти на улицу, человек должен иметь с собой маршрутный лист. Сотрудники УПСМ проводят разъяснительную работу, как заполнять данный лист. Маршрутный лист в Баруси, да? Почему? Я не знаю. Маршрутный лист оставляется собственноручно и лично. В маршрутном листу вы указываете имя, фамилию, место, где проживаете. В какое время вы куда направились, по какой причине и в какое время вы вернетесь домой. В целях недопущения распространения коронавируса в районах Оржской области также были установлены посты. Два в Алайском районе, три в Араванском, одиннадцать в Карасуйском, три в Каракульджинском, пять в Узгенском и восемь в Ноокатском районе. Пропускаем через санитарные посты грузовые автомобили с продуктами, медикаментами, товарами первой необходимости. Они также проходят тщательную дезинфекцию. Остальных без уважительной причины не пропускаем. Всего в Оржской области установлено более 80 постов. Покидать временно нельзя те районы, где зарегистрированы факты заражения коронавирусной инфекцией. Но заезд и выезд для предпринимателей, которые возят продукты питания и медицинские принадлежности, открыт. Дезинфекция всех общественных мест – еще одна мера по предупреждению распространения коронавируса. На этой неделе по республике была обеззаражена площадь объемом более 39 миллионов с половиной тысяч квадратных метров. Для этих целей были привлечены 120 спасателей и 40 пожарных машин. В Бишкеке продезинфицировали более 1 миллиона квадратных метров. Ежедневно 26 машин марки МАЗ и 5 тракторов с 8.30 утра и до 2 часов дня проводят полную дезинфекцию. По инструкции в одну тонну воды добавляют 9 килограммов 860 граммов хлора. Так, в 6 тоннах воды содержится 60 килограммов хлора. Главная цель такой дезинфекции – чтобы горожане не занесли какую-либо инфекцию домой. Все эти работы проводятся в целях защиты наших граждан от различных заболеваний. Сегодня указом министра чрезвычайной ситуации была проведена дезинфекция всех торгово-рыночных комплексов – это Ортосайский рынок, Аламбединский рынок и Оржский рынок. Провели дезинфекцию на территории рынков, а также прилегающей территории. Ежедневно вопросы по эпидемиологической ситуации в стране обсуждаются на заседаниях Республиканского оперативного штаба под председательством первого вице-премьер-министра Кубатбека Буронова. В онлайн-режиме принимают участие полпреды правительства в областях и представители местных органов власти. Главы профильных министерств и ведомств областных администраций информируют о проводимой работе по исполнению поручений для предотвращения распространения коронавируса. Всем им поручено максимально сократить потоки передвижения граждан. Необходимо принимать меры в целях защиты здоровья граждан, иначе в итоге это может привести к печальным последствиям, подчеркивает Кубатбек Буронов. Государственные и местные органы должны быть готовыми к различным сценариям развития событий и оперативно решать возникающие вопросы. Все проблемные вопросы должны решаться на местах без промедления. Для безопасности граждан мы мобилизуем все силы и возможности государственных органов. Конечно, введенные ограничительные меры доставляют гражданам определенные неудобства. Однако эти меры предпринимаются ради безопасности и сохранности здоровья населения. Как стало известно по итогам сегодняшнего заседания штаба, запланированные на 7 апреля юбилейные мероприятия, посвященные десятилетию апрельской народной революции, будут перенесены на более поздний срок. Отметим, что ежедневно в прямом эфире коменданты территорий, где действует ЧП, дают подробную информацию о ситуации. Средства массовой информации получают новости посредством прямых трансляций. Телеканал ЛТР на своем ютуб-канале и на странице Facebook освещает все брифинги правительства, связанные с ситуацией по борьбе с коронавирусом. Мадина Низамова, Джанадиль Абубакир Улу, Рыскельды Кокульбеков, ЛТР. Итоги недели.